Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Невеная, 2002 года. Эдварду и Конни Саммер можно позавидовать. Вместе с 8-летним сыном, собакой и домоправительницей, они наслаждаются жизнью в тихом пригороде Нью-Йорка. Но судьба в облике молодого человека, с которым Конни сталкивается в Сохо, наносит удар по этому воплощению американской мечты и по счастливому, хотя и слегка монотонному существованию супругов. Случайная встреча перерастает в бурный роман, в котором есть все – тайна, спонтанность, красота и опасность. Когда Эдвард узнает о том, что жена от него что-то скрывает, он начинает за ней следить, выведывая мучительные подробности обмана. Не выдержав груза тайны, он встречается с любовником Конни и копившийся в нем гнев выходит наружу приступом страшной, неожиданной для него самого ярости, что ждет семью. В которой поселились обман, чувство вины и страх. Есть ли у нее будущее? Роковое влечение, 1957 года. Беззаботной и счастливой была жизнь адвоката Дэна Галлагера с молодой женой Бет и пятилетней дочерью Эллен до того рокового дня, когда Бет и Эллен отправились за город к родителям, а у Дэна появилось два дня свободы от семейных уз. Почувствовав мимолетное влечение Калекс Форест, новой сотрудницей обслуживаемой им фирмы, он был польщен взаимностью дамы и провел с ней несколько часов любви, сначала в своем доме, а затем уже на квартире любовницы. Цена измены Комната в Риме Комната в Риме Одержимость 2004 года Накануне важной деловой поездки молодой преуспевающий финансист Мэтью замечает в ресторане свою бывшую возлюбленную Лизу, которая таинственным образом исчезла два года назад и страстью к которой он все еще одержим. Забыв обо всем, Мэтью ступает на путь обмана и подозрений, чтобы выследить ее. Пытаясь решить головоломку с помощью загадочных улик, он случайно знакомится с другой девушкой, ее тоже зовут Лиза, и возможно, ей известна тайна странного исчезновения. Мэтью не предполагает, что любовная одержимость уже сделала его жертвой виртуозной интриги. Горяя луна ведет расследование по делу об извращенном убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин, писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробудив в них один из самых основных инстинктов. Пишите в комментариях, такие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!